добрый вечер добрый вечер сейчас я посмотрю все ли работает у нас все ли да вижу что вот есть уже какая-то реакция и так я начну вот уже целых два человека я вижу вошли отлично здравствуйте вот я вижу что новая игра слава богу сейчас в последнее время есть много уроков от различных лекторов на тему недельной главы весь прошлый год цикл моих занятий в общем-то был посвящен связи недельной главы и наших поступков как происшедшее когда-то то что описано в таре в нашей недельной главе влияет на то что мы делаем сейчас я пыталась за все это время за прошлый год то что наша жизнь она как пружина как некая спираль она идет вот таким образом и мы проходим абсолютно все круги и возвращаемся туда же если мы смогли выучить что-то из того что было с нами в прошлых жизни или в нашей истории еврейской то мы поднимаемся вот по этой пружине по этой спирали выше и идем дальше да иногда бывает такое что пружина времени она сжимается она иногда разжимается и ставит нас с вами перед различными проблемами и ситуациями но я бы сегодня хотела обсудить с вами одну тему который в общем то я думаю что многим это известно и понятно то что то о чем я буду говорить но все равно мне кажется очень важно это подчеркнуть и поговорить об этом я хочу поговорить с вами об этических законах о том что эти законы они аналогичны закону всевышнего тому закону по которому сотворен мир и единственная разница между ними заключается в чем можете написать тот кто знает я вижу здесь знакомых людей которые были на прошлых уроках и так в чем заключается разница между вот этой этикой или дырых эрац про которую мы говорим и туры зачем вообще нам нужна была тура говорит вообще муж говорит смотри вот посмотри на такого человека такого человека он вообще не знает тару но при этом он себя ведет очень порядочно он совершает какие-то хорошие поступки почему нам нужно тура зачем да вот и хочу сказать что дырых эрац да невероятно важно и нужна и законы природы именно вот этой дырых эрац они объемлют абсолютно всю вселенную да а закон который дал всевышний тура нам евреям и даже будем говорить закон который он дал всему человечеству потому что конечно тура дана евреям но все равно понятно что это закон для всего человечества это та вещь которая была не присуща не присущими не было изначально при сотворении мира то есть тура создана только для человека и соответственно предложено человеку человек в отличие от природы не подчинен закону автоматически то есть солнце встает солнце заходит луна каждую ночь заходит да то есть есть некие физические законы которые подчиняются абсолютно всевышним и не имеют свободу выбора и только у человека есть эта свобода выбора и ему был дан этот закон тара да да мы не подчиняемся то есть у нас есть свобода выбора важно понимать одну простую вещь что царь не может существовать без царства во всяком случае так нам об этом говорит устные тара и всевышнему творцу на царю всей вселенной чтобы править этой вселенной чтобы править этим миром нужен был свой народ нужен был кто-то на месте его представители до которые будут воплощать в жизнь то что он дает то есть можно сказать что ну типа вы принижаете всевышний зачем ему эти исполнители тем не менее вот устный турак говорит что для царя нужны подданные именно для этой цели был избран народ израиля который взял на себя роль народа всевышнего помню мы знаем заключив для этого договор на горе синаи и вот такая интересная вещь что если мы понимаем что еврейский народ сформирован сформировался не для собственной пользы и выгоды то для чего он сформирован для того чтобы принести пользу всевышнему помните как говорил президент кеннеди не спрашивай кто помнит что он говорил не спрашивай что страна может сделать для тебя спроси себя что ты можешь сделать для страны помните да вроде вообще все хорошо все понятно создан мир созданы люди сформирован народ который будет в этом мире реализовать желание всевышнего все прекрасно что вообще нам надо да но тем не менее существует общий для всех абсолютно для всех от ангелов до самых мелких насекомых закон который обязывает следовать неким принципам заложенном всевышним есть люди которым сказать вообще причем тут всевышний это закон природы ну что такое закон природы да закон природы это тот закон то есть называя всевышним если мы еще кто-то из нас еще не дошел до того чтобы воспринять всевышнего и понять каким образом построен этот мир да он может сказать это закон природы есть такая ситуация что мир в наше время он лишен целостности да это касается не только других народов а может быть я хотела сказать и больше всего это касается еврейского народа есть у нас разобщенность есть у нас свои внутренние проблемы к сожалению не все евреи пришли к правильному пониманию того для чего они здесь находятся тем не менее каждый из нас независимо от того что он соблюдает и не соблюдает он ждет чего он ожидает он ожидает избавления отчего же нам избавляться скажите вы ну все хорошо все прекрасно да утром солнце встает дождик есть на работу мы идем кушать ей сейчас слава богу никто на улице не живет ветра нас не уносит и так далее все прекрасно чего мы хотим с вами избавляться да давайте немножко поговорим об этом есть такое понятие я думаю что многие его слышали знает галут изгнания да и на самом деле это не только состояние еврейского народа но и это состояние всего мира состояние из которого изгнано все божественное мы с вами изгоняя всевышнего из этого мира делаем этот мир ущербным и непроницаемым для света святости для того света для которого этот мир сотворен мы закрываем перед всевышним дверь своим поведением можно было спросить галут изгнание изгнание нашего народа было множество да но я не говорю про физическое изгнание если вы помните один из наших исторических галутов это греческий галут да и как он происходил евреи вообще поначалу вообще оставались жить в Израиле если они жили в Израиле в чем же вообще была суть этого галута физически оставаясь в Израиле многие евреи они поменяли полностью свое мировоззрение мировосприятие на чужое греческое я не знаю не напоминает ли вам это что-то для тех кто живет сейчас в Израиле видит что происходит вокруг мне к сожалению во многом это напоминает именно то что тогда происходило именно вот в этом греческом изгнании то что именно сейчас происходит в Израиле мы не говорим с вами про политику вообще а общая ситуация именно на мой взгляд очень приближается к тому что было тогда почему же это называется галутом мудрецы объясняет что главная суть галута она находится внутри внутри каждого из нас внутри человека каждый человек каждый из нас имеет свое предназначение и вместо того чтобы реализовать свою задачу в этом мире мы выбираем что мы выбираем мы выбираем чужую именно этот выбор жить чужой жизнью исполнять чужие задачи это и есть тот самый галут для нас есть замечательная чудесная хасидская история которая связана именно с божественным раскрытием Аврааму когда Ребер Шап был еще маленьким мальчиком ему было порядка пяти лет он пришел к своему деду цем их цедаку из Любавича и пришел чтобы получить из него благословение нас на свой день рождения он пришел к нему и вдруг расплакался а тогда дед его цем их цедак спрашивает почему же ты плачешь и он отвечает дедушка мы учили в Хейдере что открылся Всевышний Аврааму Всевышний раскрывался Аврааму нашему праотцу почему же он Аврааму раскрылся а нам он не открывается мы говорим с вами про Ребера Шаба про человек который про ребенка который должен был стать быть Ребе стал Ребе был большим вождем народа Израиля да таким он такой вопрос важный для него был в пять его лет что же ему отвечал дедушка на это чтобы вы ответили ребенку почему Аврааму открылся а вот нам ему этому пятилетнему ребенку или нам он не открывается и дедушка ответил что когда праведный еврей которому исполнилось уже 99 лет решает что он должен сделать себе обрезание вот тогда он достоин чтобы Всевышний для него раскрылся знаете подумаем с вами да что Авраам был уже в общем не таким молодым человеком ему было уже 99 лет ему вообще было трудно физически сделать самому себе обрезание тем более не скальпелем не каким-то особым наточенным и хорошим образом вообще если он праведник может быть стоит положиться просто на его праведность чего ему не хватает почему он должен делать обрезание я очень много слышу от некоторых людей но я же это учу но у меня же в сердце есть Всевышний но я же я же с Всевышним близок да то есть зачем я должен исполнять вообще эти заповеди совершенно они мне не нужны да я делаю хорошие дела я делаю много хэсов я в синагогу деньги даю да или я помогаю бедным зачем я должен еще заниматься этими заповедями это вообще лишнее никому не нужное ерунда какая-то это Авраам Авину может он знает вообще почему он должен был себя обрезать он знает о себе что он праведник он ни на одну секунду не исполняя прекращает исполнять заповеди он не прекращает делать добрые дела он не прекращает думать о Всевышнем он не надвигается ни одной секунды от Всевышнего зачем ему зачем ему этот вообще брит зачем ему это обрезание уже все он уже настолько как был Авраам близок к Всевышнему Зачем? Для чего это ему? Нам становится понятно, что сам Авраам своими силами в свои 99 лет, в тех условиях, которые они были, практически не мог сделать обрезание. Всевышний обязательно должен был ему помочь. Написано, как он ему помог, написано, что заключил с ним союз. То есть, значит, Авраам сам решил. Значит, Всевышний ему приказал. Давайте немножко вернемся назад и обратим, может быть, внимание на слова праведник, которому 99 лет, решает, решает сделать себе обрезание, да, которым достоин, чтобы Всевышний открылся им. Что мы из этого понимаем? Что каждый из нас, вы, 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 я, каждый из нас, Авраам Аввину, каждый из нас решает за себя абсолютно всё. Он решает свою судьбу, он решает абсолютно всё, включая даже то, что Всевышний говорит ему делать. Слова Всевышнему нам исходят из того, что мы делаем тут, в этом мире, из наших поступков. Написано, и очень важная вещь, которая для нас должна идти всё время с нами, та вещь, которая даёт нам особые силы, особое понимание, как нам жить, как нам действовать, где мы находимся, да, написано. И наше имя ты назвал по имени своему, дал нам имя, которое включает в себе и своей любви к нам Всевышний, назвал нас по своему имени. И спасёт он нас ради своего имени, которым мы наречены, да, то есть любовь, любая любовь между мужчиной и женщиной, между друзьями, между людьми, она их объединяет в одно целое. И Всевышний, назвав нас своим именем, включив наше название, буквы своего имени, сделал нас общим целым. Говорится, что когда он нам давал Тору, особенно второй раз, то, может быть, это было даже больше для него, этот договор, чем для нас. Потому что, написав этот договор, он прекрасно понимал, что мы, как люди, мы слабы. Мы будем делать много ошибок, мы много раз будем уходить от него, мы много раз будем забывать про него. Но он написал с нами договор, и он от своего договора никогда не уйдёт. Я спущусь с тобой, и так же я подниму тебя. Сказано, что это было одним из самых больших обещаний, которые Всевышний дал Якова. Каждый твой спуск – это спуск и для меня. То есть каждый спуск каждого из нас, каждого человека, каждый раз, когда мы отступаемся от Всевышней, когда с нами происходит какое-то горе, это горе происходит и с Всевышним. А каждый подъём, любой подъём будет вместе с моим подъёмом. Когда мы поднимаемся, мы поднимаем Всевышнего. И можно сказать так же другими словами, что наше изгнание, наш галут – это изгнание, когда мы выгоняем щенку, когда мы отодвигаем Всевышнего. А вот наше избавление – это когда щена выходит из изгнания, то есть приходит к нам Всевышний, приходит к нам, происходит исключительное соединение источника… что-то здесь у меня шумит, источника всего создавшего, создавшего здесь всё, и нас в одно целое. Да? И есть у нас обещание Всевышнего, что избавление щены никогда не произойдёт, помимо спасения еврейского народа. То есть еврейский народ обязательно будет участвовать в тот момент, когда придёт Юла. Он будет прямым участником. Это то самое обещание, которое Всевышний дал нашему народу. Поэтому предназначение еврейского народа и каждого из нас, и, конечно, наших рабинов, и, конечно, праведников, и, конечно же, Машиха – это привести в этот мир избавление, привести Юла. И тогда будет достигнута полнота и совершенство этого мира. И для каждого из нас, для человека, какой путь, какая дорога, все эти принципы, они заключены в соблюдении заповедей Тары, в полном совершенном соблюдении, насколько каждый из нас может взять на себя ещё одну заповедь и ещё одну заповедь, и невозможно довольствоваться некой абстрактной верой. Каждый из нас просто должен принять на себя время Митсвот. Это то, что Всевышний просит от нас. И тогда, если мы будем видеть в этом цель нашей жизни, то это действительно принесёт счастье, потому что сказано, соблюдающий заповеди никогда не испытает зла. Известно, что когда евреи учат Тору, с ним не может произойти ничего плохого, не может прийти ангел смерти и забрать его. Есть у нас несколько таких патентов, как сделать свою жизнь, еврейские такие штучки, да, как сделать свою жизнь максимально правильной и хорошей. То есть у нас есть прямой источник. И ко всему тому, что я вам сказала, и всё, что я вам посоветовала, хочу добавить ещё просто такие две маленькие накуды, две маленькие, мне кажется, достаточно важные вещи, чтобы понять, что у Галута есть две роли – негативные и позитивные. Нельзя сказать, что изгнание Галута надо всегда видеть в плохом свете. Это наш выбор, как мы воспользуемся именно этим самым Галутом. И негативная роль изгнания – это когда человек попадает в чужую среду и понимает, что ценности окружающего мира не подходят для его потенциала. И видя это, еврей обычно выбирает свой путь, понимая, что вот это предназначение по сравнению, его личное предназначение по сравнению с тем, что происходит вокруг, оно другое. Хочу сказать, что я сегодня тут в одной группе в Фейсбуке увидела некое обсуждение женщин о том, они делились воспоминаниями о том, как каждая из них когда-то сделала шубу, как такое произошло с ними, что, в общем-то, жили, каждая из них жила в среднестатистической спокойной семье, спокойной жизнью, жила как все и так далее. И вдруг, бах-трах, что-то с ними случается. У каждой из них произошел какой-то особый случай, что-то такое, что их развернуло, повернуло и дало увидеть возможность того, чтобы сделать шубу и присоединиться к Всевышнему. И то, что мы говорим, это... Да, каждый может сказать, да, это я, я сама сделала, но это не так. Всевышний их развернул, Всевышний им сказал и дал эту возможность. И они ее выбрали. Позитивные же... Это я вам говорила про отрицательную, да, негативную роль Галута. А позитивная роль Галута, изгнание какая? Со мной могут многие не согласиться, но мне кажется, это очень важная вещь. Это научиться новым граням истинности. То есть Всевышний разбросал человечество, разделил, как написано, на 70 народов. Сейчас, может быть, уже эти 70 народов немножко еще увеличились, да, из одного народа вышел другой, но он разбросал по всему миру, и каждому народу он дал свой опыт. Он дал свою дорогу, как жить, свои обычаи и так далее. И в каждом народе, в каждом народе есть свои позитивные качества, свои позитивные поступки, свои какие-то вещи, может быть, даже музыка или какое-то искусство, что-то такое, что есть именно у этого народа. И еврей, попавший в соответствующую такую его голодную среду, что он должен сделать? Конечно, сначала должен разобраться именно со своим наследием и присоединиться к своему еврейскому источнику. Ну, а потом он должен обогатить себя той самой грани, которая присущена именно этому народу, среди которого он живет. Это, во всяком случае, мое мнение. И я знаю, что есть рабоним, которые с этим тоже соглашаются. Поэтому желаю каждому из вас. Вот сейчас, когда уже сейчас придет Машиах, и в Иерусалиме будет храм, и написано, что Иерусалим станет храмом, а весь мир станет Израилем. И в каждый уголок мира придут слова Тары. И вы сейчас, вот все те, которые находятся тут, не только на моем уроке, а на всех уроках Вайкры, вы являетесь представителями, теми людьми, вы не просто так пришли на этот урок, не просто так вас Всевышний привел на эти самые уроки. И именно благодаря вам, каждому из вас, которые сейчас, или на всех этих уроках, не только на моем, еще раз повторяю, впитал в себя слова Тары, вы будете те самые люди, которые будут освещать мир, и благодаря вам будет свет и любовь и присутствие Всевышнего в каждом уголке мира. Вы будете теми, кто приведет геулу, избавление, и избавите весь мир темноты. Поэтому я желаю каждому из вас еще больше присоединяться ко всем урокам, учиться новому, понимая тому, что вот-вот уже пришло время нашего избавления. Всего хорошего. До следующей недели с Божьей помощью. Надеюсь, что все будет хорошо, и урок состоится. И до свидания.